В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы и я, Алена Куколева. Смотрите в этом выпуске. Юбилей вузов Рязани. Рязанский госуниверситет отпраздновал свое столетие. А РязГМУ 65 лет со дня основания. Депутаты приняли отставку главы Рязани Андрея Кашаева. Исполняющим обязанности назначен Александр Чайка. Новый год – праздник всех россиян. Как его отмечают в Рязани и во сколько обойдется новогодний стол 2016. В этом году традиционные предновогодние хлопоты не ограничатся сервировкой стола, подарками и поисками елки. Россиянам до конца декабря нужно определиться с накопительной частью пенсии. Кому ее доверить – государству или частным пенсионным фондам? Государство дает людям на выбор два варианта. Либо выплаты будут состоять из одной страховой части, то есть 22% от официальной зарплаты, либо формироваться из нескольких частей страховой. Она составляет 16% и накопительной – 6%. Вторая модель предполагает, что человек выберет инвестиционную компанию, которая будет управлять его накопительной частью. До конца 2015 года граждане 1967 года рождения и моложе должны определиться с выбором. Иначе эти 6% автоматически перейдут в страховую часть и будут храниться в государственном пенсионном фонде без возможности инвестирования. Безусловно, у обоих форматов есть свои плюсы и минусы. Вариант с накопительной частью – это возможность самому влиять на процесс формирования пенсии, увеличить ее или, например, передать по наследству. Но с другой стороны, государственная компания – гарантия стабильности будущих пенсионных выплат. Страховая пенсия ежегодно индексируется. По словам специалистов, объективно оценить, какой вариант лучше, удастся только лет через 15-20, когда начнутся выплаты с формированных накопительных пенсий. В Новый год с новыми тарифами, ценами, штрафами и показателями. Как всегда, с 1 января россиянам придется привыкать к новым экономическим реалиям. Немного иначе распределять семейный бюджет. С 1 января 2016 года вырастут штрафы за долги по коммунальным платежам. Увеличить их планируют в два с лишним раза. Санкции коснутся только тех должников, кто не платит больше трех месяцев. Социальные налоговые вычеты с нового года можно будет оформлять не в налоговую инспекцию, а по месту работы и до окончания налогового периода. Изменения коснутся и налогового законодательства. Индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату ЕНВД или патента, должны перечислять НДФЛ и представлять отчетность за своих сотрудников по месту осуществления деятельности. Кроме того, ожидается более строгий порядок регистрации предприятий. Для всех квартир, купленных после 1 января 2016 года, будут действовать новые налоговые правила для освобождения от уплаты имущественного вычета при продаже. Увеличен срок владения квартиры. Пять лет вместо трех, а также установлен нижний предел налоговой базы. 70% от кадастровой стоимости. Ранее ограничений не было. С 1 января 2016 года ставки акцизов на некрепкий алкоголь, табачные изделия, автомобили и бензин возрастут. Повышение касается ставок на вино, пиво, сигареты, автомобиль с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил. Увеличится также ставка на автомобильный бензин, причем для всех классов она станет одинаковой. В следующем году вступает в силу программа, по которой перестанут выдаваться паспорта. Окончание программы запланировано на 2019 год. За это время бумажные паспорта должны заменить электронные карты с чипами. Выдача пенсионных удостоверений Управления Пенсионного фонда России будет прекращена с 1 января 2016 года. Это нововведение касается только тех, кто уходит на пенсию в 2015 году и позже, и не отменяет действующие удостоверения, имеющиеся на руках у пенсионеров. В регионе усилены проверки состояния газового оборудования в домах. По словам губернатора Олега Ковалева, все обходы и осмотры следует провести оперативно и завершить их до новогодних праздников. Чисто интуитивно, несколько недель назад я давал поручение о том, чтобы мы проверили состояние и исправность газового оборудования во всех жилых домах, в социальных объектах и так далее. Вы знаете, что произошло в Волгограде. Такая работа у нас в регионе, по тем сведениям, которые у меня есть, она проводится. И хотелось бы, чтобы... Хочу попросить всех газовой службы и всех, кто занимается этой работой, чтобы до новогодних праздников все обходы и осмотры были завершены, чтобы эта работа была завершена должным образом. Кроме того, хочу попросить глав муниципальных образований совместно с руководителями управляющих компаний и представителями профильных служб в экстренном порядке также организовать проведение проверок на предмет исправности и безопасности пользования электрооборудованием. Прошу также и службы газовые провести поквартирные обходы, побеседовать с людьми на предмет соблюдения правил эксплуатации газового оборудования, электроприборов, электрооборудования, вручить людям соответствующие памятки, если таковые есть, если нет, их надо разработать и вручить такие памятки. Подчеркну, что работу надо провести до Нового года, оперативно, чтобы не допустить каких-то таких тяжелых случаев, подобных тому, что произошло в Волгограде. На этой неделе депутаты Рязгордумы удовлетворили просьбу Андрея Кашаева об отставке. Напомним, глава Рязани, председатель Гордумы, решил сменить работу и заняться научной деятельностью. В самом начале заседания депутаты приняли к рассмотрению дополнительный вопрос о досрочном сложении полномочий главы муниципального образования Андрея Кашаева. Решение было принято путем тайного голосования. Число голосов, поданных за проекты решения – 28. Число голосов, поданных против проекта решения – 2. Число выдержавшихся – 2. По иконам тайного голосования и соответствующих чайных 5 ст. 22 регламента Рязанской городской думы утверждено решение Рязанской городской думы от 9.12.10 за номер 780 и решение Рязанской городской думы о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования председателя Рязанской городской думы Кашаева Анатольевича считается принятым. Как и предполагалось ранее, экс-глава города остался в депутатском корпусе, а исполняющим обязанности председателя стал его бывший первый заместитель Александр Чайка, чье назначение предусмотрено уставом Рязани. Напомним, о желании покинуть свой пост и возглавить Рязанский институт развития образования Андрей Кашаев официально объявил 18 декабря в ходе встречи с губернатором Олегом Ковалевым. Помимо этого, депутатами был принят ряд важных для города проектов. В частности, депутаты одобрили решение об установлении льгот – освобождении от арендной платы за землю на 60% от сумм, зачисляемых в бюджет города Рязани, для физических лиц, имеющих льготы. Кроме того, льготы сохраняются в прежнем объеме всем категориям арендаторов земли, которые пользовались льготами в 2015 году. Среди них пенсионеры, многодетные семьи, дети, сироты, родители и супруги военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также депутаты рассмотрели и одобрили установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за проезд в муниципальном общественном транспорте. Полностью от платы освобождаются студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей и студентки, являющиеся матерями-одиночками. Столетие отмечает в этом году старейший вуз региона. К дате отнеслись ответственно. На протяжении всего года проводили различные юбилейные мероприятия. Повесили часы с обратным отчетом, установили памятник героям легендарного кинофильма «Шурику и Лидочке», организовывали балы. На концерте, посвященному столетию со дня основания Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, побывал Роман Дворецков. Рязанскому государственному университету исполнилось ровно сто лет. За вековую историю РГУ переживал множество взлетов и падений. Во время Великой Отечественной войны вуз переехал в Шацк, а в самом здании находился госпиталь. После военной годы университет занимался восстановлением своей материальной базы, а в 1985 году вузу присвоили имя великого русского поэта Сергея Есенина. Университет вносит весомый и постоянно возрастающий вклад в развитие и модернизацию социально-экономического комплекса региона, ускорение интеграции реального сектора экономики, высшего профессионального образования и науки. С юбилеем вуз поздравил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Действительно, сегодня университета, такая знаменательная дата, 100 лет. И весь город, и вся Рязанская область вместе с вами отмечают этот день. Это старейшее высшее учебное заведение на Рязанской земле, действительно, с богатой историей, с богатыми традициями. Рязанский пединститут, затем университет, всегда славился талантами, творческими, инициативными, неординарными людьми. И я думаю, что и сам великий поэт, наш земляк Сергей Есенин, имя которого носит университет, с удовольствием здесь бы учился, если так, гипотетически представить его в нашем времени. Верной традициям, заложенным в начале прошлого века, университет превратился сегодня в крупнейший и динамично развивающийся образовательный и научный центр Рязанской области. За время существования в стенах университета подготовлено свыше 75 тысяч специалистов гуманитарного, естественно-научного, правового и экономического профиля. Еще один рязанский вуз международного уровня отметил свое 65-летие. Рязанский государственный медицинский университет за это время зарекомендовал себя как кузница лучших специалистов, которые в дальнейшем работают по всему миру. В этом году один из крупнейших вузов города – Рязанский государственный медицинский университет – отмечает свое 65-летие. Но чем не повод для признания в любви? Так посчитало и руководство вуза. По случаю юбилея был запущен проект «12 поводов любить Ряз ГМУ», в рамках которого 19 декабря состоялось открытие вот такого позитивного арт-объекта, символизирующего любовь студентов, преподавателей, да и всех рязанцев к этому современному технологичному университету. Наш университет любит, мы любим Рязань, и поэтому мы добиваемся хороших результатов нашей работы. Мы развиваемся, мы двигаемся вперед. На торжественном открытии Стеллы присутствовали студенты и преподаватели вуза, а также почетные гости. Среди них Николай Булаев, член Совета Федерации, который выразил благодарность медуниверситету и его преподавателям, а также отметил, что этот вуз пользуется особым доверием у рязанцев. Мне кажется, медуниверситет в Рязани был всегда и абсолютно точно всегда будет. На мой взгляд, с точки зрения конкурса, это самый динамичный развивающийся университет, а с точки зрения студентов, наверное, самая новая национальность. Теплые слова студенты и преподаватели услышали от министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого и заместителя министра молодежной политики и спорта Дениса Бокова. Право открыть Стеллу было предоставлено Николаю Булаеву и Роману Калинину, однако член Совета Федерации решил, что будет правильнее, если это сделают учащиеся в вузе студенты. Я, конечно, не ожидала, для меня это очень большая честь. Хочу сказать спасибо, что мне предоставили такую возможность. Да, действительно, я люблю Рязанскому и немножко волнительно сейчас, потому что это такое очень важное событие, знаковое, тем более в преддверии Нового года, когда такое волшебное настроение и такие чудеса случаются. Сразу же после открытия в небо взлетели воздушные шары в виде сердец, а студенты и гости этого праздника поспешили сфотографироваться на фоне Стеллы. Теперь этот арт-объект станет еще одной достопримечательностью Ряз ГМО, а также символом успеха этого университета. Новый год – это праздник, который отмечают абсолютно все россияне, но больше всего его всегда ждут дети – волшебства Деда Мороза, вкусных конфет, праздничных каникул и, конечно же, подарки. Поэтому взрослые обычно начинают готовиться к празднику заранее, ведь нужно выбрать, что подарить любимому ребенку. А рязанские волонтеры проводят акцию для тех детей, у которых родителей нет. Ведь это не причина, чтобы остаться в Новый год без желанной игрушки. Подробнее в следующем сюжете. На этой новогодней елке в одном из торговых центров города необычные украшения. Вместо шаров и мишуры – фотографии детей. Все они – воспитанники детского дома. На обратной стороне своей фотокарточки ребята написали скромные пожелания Деду Морозу. В основном это игрушки, которые бы дети хотели получить на Новый год. Осуществить новогоднюю мечту и стать добрым волшебником может каждый рязанец, приняв участие в благотворительной акции «Подари детям праздник». Основная цель акции – все-таки построить такой мостик между ребенком и членом общества, потому что одной из главных целей является как раз-таки то, чтобы человек, который помог ребенку, мог поехать вместе с нами к детям на праздник и постоянно потом с ним общаться и помогать. Вот, например, девочка Лена. Восемь лет девочке она хочет куклу с соской. То есть ребенок – очень активная девочка. Она в детском доме не так давно, но уже за время общения, которое у нас было, мы поняли, что она очень активная, вообще не сидит на месте и очень любвеобильная. Тянется к людям, обнимается. Очень веселая девочка. Лена получит заветную куклу. Для нее, а также еще для двоих детей, подарки сегодня покупал губернатор Олег Ковалев. Вот так. Миша хочет робот-трансформер. Так. Девочка Лена. Здесь у нас соска. Кукла соска, да? Да. Можем предложить вот такую вот куклу. А где же соска? А вот она. А. Соска, когда будете вынимать, она будет плакать. Понятно. Ну, очень интересно будет, красивая кукла. Поет? Хорошо. Эти игрушки отправятся в Костинскую школу-интернат. Но основная идея акции заключается даже не в покупке новогоднего подарка, а в решении проблемы сиротства. Возможно, кто-то, заглянув в глаза детей на фотографиях, захочет стать родителями. В Рязани состоялся мастер-класс участника шоу-танца Евгения Смирнова. Танцор встретился с воспитанниками рязанских школ-интернатов. Его история непроста. В 2012 году нынешний чемпион России по брейк-дансу попал в аварию и лишился ноги. Теперь он рассказал ребятам не только о правильности выполнения тех или иных движений, но и о том, как поверить в себя и свою мечту. Женя Смирнов, чемпион России по брейк-дансу, в апреле 2012 года попал в аварию, после которой ему пришлось ампутировать правую ногу. Наверное, многие, оказавшись на его месте, решили бы, что жизнь кончена. Но молодой человек отнесся к сложившейся ситуации как к сложной задаче, которую следует решить. И Жене это удалось. Он не только не опустил руки и продолжил жить, но и вернулся к своему любимому делу – к танцам. В этом году он принял участие в одном из самых популярных шоу на российском телевидении – танцах на ТНТ. Ну а сейчас он путешествует по стране с мастер-классами по брейк-дансу, на которых пытается объяснить детям и взрослым, здоровым и имеющим определенные отклонения в здоровье, что сложные жизненные ситуации и даже страшные диагнозы – не повод опускать руки. Я хотел бы тем, кто не знает ребятам, немножко рассказать свою историю, свою жизнь. Как я занимался танцами, как я шел танцами, как я попал в ту ситуацию, в которой, ну, к сожалению, я попал. Как я все-таки преодолел ее. Вот. Несмотря ни на что, начал танцевать дальше и идти вперед. Ребятам хочу донести, что никакая преграда на этом белом свете, она – нет, непреодолимых преград. Чтобы каждый из них, чтобы не встретил в жизненном пути, шел, проламывал двери, я не знаю, вот этих вот преград. Перепрыгивал эти барьеры и шел дальше. Шел к своей мечте. И ее обязательно нужно выдумывать для себя. Проведение подобных семинаров по всей России стало возможным благодаря танцевальной студии «Арт Райс», а также Фонду развития и поддержки социальных интернет-инициатив. Вместе с Женей они в рамках проекта «Открытый урок» рассказывают о том, что такое инклюзивное обучение и почему оно необходимо детям. Мы были впечатлены просто примером Жени Сминового. Мы как бы видели, много знаем про него. И когда Женя озвучил свою идею создания именно вот инклюзивной школы танцев для того, чтобы объединить сюда мы здоровые детишек. Детишек, которые с ограниченной возможностью, дать им возможность совместно обучаться. Это такая очень мотивирующая история. Мы были ей впечатлены. И мы приняли решение помочь с проведением ряда подобных мастер-классов, которые мы сейчас проводим в разных городах России. То есть были такие истории уже в Москве, сейчас у нас Рязань, есть планы в другие регионы. И большое количество людей подтягивается, принимает участие, и большое количество людей ждет. В семинаре, прошедшем в Рязани, участие приняли дети из Рыбновской школы-интерната. Они с интересом слушали рассказ Жени о его увлечении танцами, первых успехах, а также о том, как ему заново пришлось учиться владеть своим телом. Но, конечно же, разговоры по душам – это лишь часть семинара. Благодаря им ребята расслабились и с удовольствием принялись впитывать знания, которыми делился с ними Женя. К середине семинара они полностью попали под его обаяние, перестали стесняться и тогда показали, на что они способны. Организаторы отмечают, что мероприятие такого формата детям просто необходимо. Ведь именно в раннем возрасте формируется понимание толерантности, доброты и взаимопомощи. Кроме того, подобные семинары – это первые шаги на пути к осуществлению Жениной мечты об открытии инклюзивной школы танцев. Конечно, каждый житель нашей страны от мала до велика с нетерпением ждет новогодних праздников. Кто-то из-за подарков, кто-то из-за выходных и каникул. Но объединит каждую семью в эту ночь, несомненно, праздничный стол. Каждая уважающая себя домохозяйка заранее тщательно планирует набор блюд, составляет списки покупок. Только вот в этом году что-то цены стали кусаться. Даже на те продукты, которые мы уже не глядя, кладем в корзину. Такие, как колбаса, сыр и яйца. В какую же сумму обойдется праздничный стол для рязанской семьи, узнаем из следующего сюжета. Новый год не за горами, и рязанцы уже начинают готовиться к празднику. В магазинах можно увидеть покупателей, в отделах подарков, новогодние атрибутики, фейерверков и, конечно же, возле продуктовых полок. Продавцы предостерегают, что нескоропортивающимися продуктами лучше запастись впрок, дабы не стоять в очередях в последние минуты перед боем курантов. Мы решили проверить, во сколько среднестатистическому рязанцу обойдется, скажем так, бюджетный новогодний стол. В нашу корзину мы положили шампанское детское, 109 рублей, нарезочка колбасы, 84 рубля, килограмм мандарин, они нам обошлись в 119 рублей, баночка икры, лососевая, зернистая, классической баночки, она обошла в 228 рублей, и какой же новогодний стол без селедки под шубой, он нам обошелся в 87 рублей. Посмотрим, сколько получилось в общей сложности, 627 рублей. По информации Росстата, дороже всего россиянам обойдется икра лососевых. Стоимость этого деликатеса составляет в среднем около 3000 рублей за килограмм. Чуть дешевле для семейного бюджета станут соленые и копченые лакомства из рыбы. За килограмм таких продуктов придется заплатить порядка 1320 рублей. Замыкает тройку дорогостоящих продуктов к новогоднему столу коньяк. В среднем цена за литр этого алкогольного напитка отечественного производства составляет 1260 рублей. Впрочем, не до шика. В этом году многие рязанцы планируют отметить Новый год без излишеств. К новогоднему столу где-то тысячу полторы, потому что я одна живу, тысячу полторы. Шампанское, конфеты, фрукты, икра, баночку икра. А так обновляю, каждый Новый год обновляю елочные игрушки, что-то оригинальное хочется купить. Это все как традиционно. Оливье, мандарины, шампанское. Ничего такого необычного в этом году пока я не планирую. Ну да, стол обязательно накрывать. А что там будет? Ну там много чего будет, салаты, алкоголь. В новогоднюю потребительскую корзину от Росстата по традиции входит 23 наименования продуктов. Это копчености, соленья, бокалейные продукты, курица, говядина, сладости, также сок, вода, шампанское и коньяк. Именно на эти продукты самый большой спрос перед праздником. Федеральные службы статистики рассказали, что стоимость праздничного застолья в сравнении с Новым годом 2015 в 2016 вырастет на 28%. Каждый россиянин потратит на продукты в среднем 5790 рублей. Рязанцы выбирают и несут домой новогодние ели. В городе вовсю уже работают елочные развалы. Ажиотажа пока нет, но торговля идет бойко. Главному атрибуту новогоднего праздника приценилась и наша съемочная группа. В планах у погоды, похоже, пока нет стремления подарить горожанам новогоднее настроение. На улице грязь и слякоть. Тем не менее, календарь показывает стремительное приближение Нового года. До праздника осталось всего одна неделя, а значит самое время подумать о главном символе – новогодней ели. Мнения рязанцев разделились. Кто-то категорично против вырубки живых деревьев и предпочитают искусственные. Кто-то, напротив, не представляет Новый год без аромата живой ели. Искусственные, а мы природу оберегаем. И потом я в детстве в деревне вырос, мы там всегда натуральные, но она быстро осыпается. Так что мы за природу. Искусственные очень. А потому что не хочу такую елку. Мне жалко. Она осыпается. Не осыпается раз, и зачем портить елку? Нет, только искусственные. Живую. Потому что приятно, пахнет, потому что красиво и долго держится. Мы в лесу выросли, даже елка у нас обычно была в клубе, в школе. А так, чтобы в каждой квартире елку наряжать, мы не наряжали. Тогда в то время не было искусственных елок. Сейчас искусственные, да. Но мне жалко их. Для тех, кто все же собирается украшать живое дерево, в городе работают два десятка елочных развалов. Однако на деле оказывается, что торговых точек гораздо больше. Как правило, несанкционированные места продаж елок можно отличить с первого взгляда. Деревья здесь валены хаотично, ведь облагораживанием точки заниматься некогда. Незаконно срубленные елки и сосны нужно скорее продать. К оформлению же официальных торговых площадок предъявляют довольно жесткие требования. Так, на каждую срубленную ель должен быть документ. А деревья должны быть выставлены на базаре так, чтобы не мешать и уж тем более не угрожать безопасности людей. Ну вот они все продемонстрированы тут, в принципе. Что вот, допустим, во-первых, улица, откуда они, то есть, откуда мы это берем. Погода такая, как бы, не праздничная. Если бы был хотя бы снежок немножко, то бы продавалось бы побольше, конечно. Но, конечно, сейчас поменьше, покупки поменьше сейчас. При выборе новогодней красавицы первое, на что стоит обратить внимание, цвет. У свежесрубленного дерева он насыщенный. На срезе нет темной каймы. Предпочтение к сроку службы уже на выбор клиента. Еле обыкновенно остается свежей недолго, около двух недель. Сосна простоит гораздо дольше. Да и ухаживать за ней проще. Все ели на развалах отечественные. Цена совсем не колючая, от 500 рублей за метр. По сравнению с прошлым годом она почти не изменилась. Ну а тем, кто с покупкой не торопится, есть смысл подождать. Как правило, чем ближе празднику, тем дешевле новогодние деревья. Каждый год, 31 декабря, толпы людей спешат в аэропорты и на вокзалы. Кто-то едет к семье, а кто-то, наоборот, подальше от дома отмечать главный праздник зимы. При планировании своего маршрута будьте внимательнее. В новогодние праздники изменится движение электричек, экспрессов, Рязань, Москва. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на сайте город62.тв. Мы желаем вам предновогоднего настроения и хороших выходных. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok